Добрый вечер! Спасибо большое всем, кто присоединился сегодня. Я вам расскажу про такой феномен, который вообще-то тоже считается, ну или считался до последнего времени сугубо человеческим, это осознание собственной смертности. Но мы попробуем все-таки поисследовать, а можно ли найти какие-то признаки наличия этой способности у животных. Это лекция из цикла «Ничто человеческое». Мы уже говорили про мораль, про альтруизм, немножечко сегодняшняя лекция будет пересекаться с этими темами. Ну давайте начнем. И у меня не переключается слайд. О, получилось. Ну в заголовок вынесено два вопроса. Для чего нам осознание собственной смертности, ну и, соответственно, есть ли это способности у животных. Ну вопрос, ответ на первый вопрос, он, наверное, довольно очевиден, но тем не менее, немножечко заглянем в те исследования. То есть вопросы все философские мы сейчас выносим за скобки. Мы в эту область залезать не будем. Мы немножко посмотрим, как можно изучать вот это чувство, и те чувства, с которыми сопряжено осознание собственной смертности у людей с точки зрения когнитивных наук. Ну и, конечно же, важно сказать, что мы рассматриваем скорее отношение к этому феномену, ну в смысле отношение к смерти, в рамках такой европейской культуры, к которой мы с вами принадлежим. И обязательно нужно отметить, что вообще в разных культурах отношение к смерти разное. Ну вот здесь как иллюстрация таких близких отношений со смертью в мексиканской, например, к культуре, иллюстрация мексиканского художника Хуана Посады к произведению Дон Кихот, и в их культуре широко распространена, например, символика смерти. Тогда как в нашей культуре европейская смерть скорее табуирована. Разговоры о смерти, ну они, скажем так, не являются какой-то общепринятой темой светских бесед, и это то, о чем мы предпочитаем не думать в повседневной жизни. Но тем не менее очевидно, что это, ну такой базовый экзистенциальный вопрос, тревожащий каждого человека. И вот как же мы с ними справляемся, с вот этими тревогами и страхами. Антрополог, американский философ Эрнест Беккер в книге «Отрицание смерти» ну постулирует, да, и всячески, да, иллюстрирует такую мысль, которая, ну разумеется, как бы не эксклюзивно ему принадлежит, и заключается в следующем, собственно, страх смерти, да, и желание не умирать, да, попытки побороть этот страх, да, и в какой-то смысле побороть саму смерть лежит вообще в основе нашей жизни и формирует, собственно, ее смысл. И все мы в течение жизни создаем такие проекты бессмертия, да, они могут заключаться в чем угодно. Это может быть некая творческая деятельность, да, это может быть создание большой семьи, да, и вложение в средства, в ее процветание и так далее. И на основании вот этих идей три американских тоже исследователя сформулировали так называемую теорию управления страхом смерти, или Terror Management Theory. Центральным понятием которой является понятие самоуважения, или Self Esteem, которые они определяют как ощущение того, что твое мировоззрение, да, и твои ценности, они правильные, часто даже, как мы увидим позже, единственно правильные, да, это укореняет носителей этих ценностей и этого мировосприятия в неком сообществе, в некой группе, да, в социуме. Это может быть религиозная группа, да, это может быть, ну, какая-то светская структура, да, или некий светский институт. Это совершенно не важно, да, и вот благодаря вот этому ощущению укорененности в этой группе, принадлежности к ней и ощущению правильности, да, вот этого своего, своих ценностей, ценностей этой группы, да, люди, ну, как-то справляются с тревогой, которые вызывают мысли о смерти. Неизбежно, да, а они неизбежно вызывают эту тревогу, ну, ее можно гасить, да, вот этим ощущением, ну, как это переводится на русский, да, самоуважение. Ну, и вот в парадигме вот этой теории, да, было проведено много довольно экспериментов уже, экспериментальных исследований, которые изучали, да, как люди реагируют, собственно, на, ну, вот, да, можно назвать, да, спродуцированные, то есть эксперименты как-то создаваемые напоминания о смертности, которые вызывают мысли о смерти, но ученые изучают, да, а обязательно ли, да, и насколько, ну, сильно, да, эти мысли вызывают тревогу, то есть переходят ли они именно в тревогу, в страх смерти, и, ну, какую роль в этом выполняют вот это как раз чувство самоуважения. Ну, и показали, да, что действительно вот это чувство самоуважения, оно как-то помогает справиться с тревожностью, причем это было показано, ну, там, мета-обзор, да, например, один из говорит, что в порядка 20 странах было проведено много исследований, которые действительно подтверждают, да, что люди, ну, вот таким образом, да, реагируют на напоминание о смертности, то есть они как бы вцепляются вот в эти свои, вот это свое мировоззрение, да, в свои ценности и даже проявляют некую враждебность по отношению к людям, которые как-то критикуют вот это их, их мировосприятие, да, или, наоборот, даже придерживаются каких-то противоположных взглядов. Вот, ну, и еще исследователи заинтересовались тем, какие личностные черты могут влиять на вот это вот ощущение самоуважения, да, и на способы борьбы с тревогой, связанные с мыслями о смерти. И группа исследователей в одной из работ показала, что на вот эту тревогу, да, на этот страх может влиять такая черта, как личная потребность в структуре. Почему мне вот это интересно исследование было? Потому что, ну, мне кажется, что у меня вот с этой потребностью не очень. Ну, поэтому я заинтересовалась и выяснила, что как обнаружили исследователи, люди с высоким уровнем личной потребности в структуре, а она в эксперименте оценивалась с помощью опросников, которые включали такие вопросы, типа, насколько вам важно, чтобы в вашей повседневной жизни была некая упорядоченность и структурированность, да. И вот люди, для которых это важно, да, которые стремятся к упорядоченности и испытывают эту потребность в структуре, они как раз более склонны реагировать на мысли о смерти, усиливая вот эту защиту своих взглядов, да, принятых в социальных, да, структурах, которым они принадлежат. Опять же, да, как это оценивалось, людям давали некие праймы, да, связанные со смертью, то есть их как-то наталкивали на мысли, да, да, и потом измеряли, опять же, с помощью опросников уровень их тревожности, да, и вот как раз показали, что те, у кого вот эта личная потребность в структуре, она снижена, они склонны более тревожиться в ответ на, ну, некие напоминания, да, о смерти. Вот, то есть те, кто, ну, скажем так, видят мир более структурированным, да, они как бы, ну, как исследования показывают, по крайней мере, лучше защищены от вот этой тревоги, да, вызванной мыслями о смерти. Это только один из аспектов, естественно, исследования, ну, вообще этого вопроса, но мы не будем останавливаться на этом более подробно, потому что все-таки основной темой сегодняшнего исследования сейчас я хочу все-таки вот это свернуть. Так, наверное, является вопрос, а могут ли, да, понимать животные, или можем ли мы предположить хотя бы, что животные в какой-то степени, да, сразу можно оговориться, могут понимать, что такое смерть. Ну, можем провести с вами такой небольшой эксперимент, вы можете сейчас в чатик написать, ну, можно просто короткий ответ, да, на этот вопрос, да, нет, ну, если хотите, можно с комментариями, да, и мы потом в конце подведем итоги. Сразу скажу, что мы какой-то действительно однозначный вопрос, наверное, не сможем дать, да, я не смогу вам дать однозначный ответ, но, по крайней мере, попробуем порассуждать и с некими оговорками, да, все-таки прийти к какому-то выводу. Сразу скажу, что я во многом основывалась на книгу испанского философа Сусанны Мансо, которая была переведена на русский, вышла в прошлом году в России, которая называется «Опоссом Шрёдингера». «Смерть в мире животных» – это подзаголовок. А почему она носит такое название, мы узнаем с вами в конце. И иногда я прям привожу цитаты из этой книги, вот, ну и добавляю, да, еще результаты каких-то других исследований. Что, с чего важно начать, да, в попытке ответить на этот вопрос. Ну, вот мы когда начинаем, как прикидывать, да, а что же там у животных с пониманием смерти, да, с понятием вообще смертности. Мы сразу, ну, мы отталкиваемся от собственных представлений, да, об этом. И это то, что называется антропоцентризмом, да, то есть нам свойственно примерять все как бы к себе, да, а как мы осознаем смерть. Возможно, да, мы вспоминаем, а как у нас это понятие формировалось, когда мы были детьми, да, когда мы первый раз вообще столкнулись с этим. Ну, или, возможно, как оно формировалось у наших детей. Да, и как мы реагируем на смерть эмоционально, да. То есть первое можно назвать интеллектуальным антропоцентризмом, да, который, когда мы наши, вот это вот понятие смертности, да, пытаемся прямо вот как бы калькой перенести на животных, примерить к ним и как бы их попытаться в эти рамки, да, тоже вставить. Что, ну, естественно, ну, может быть, это не очевидно, да, но это некорректно, да, нужно к ним подходить немножко с другой шкалой. И как бы некие ограничения, да, тут расставить. Подобрать подходящее, да, некое определение понятия смерти у животных. И второе – это эмоциональный антропоцентризм, потому что у нас есть характерные, специфические, да, и универсальные реакции на смерть. И опять же, да, нас прям подмывает начать искать их у животных. Ну, что, собственно, и делают многие исследователи. И тонатологи, да, это те ученые, которые изучают смерть, в том числе и в животном мире. Они часто, да, какие-то поиски, да, вот признаков понимания животными смертности собственной и своих сородичей и ищут именно в реакциях их на, собственно, смерть своих товарищей. Ну, и вот здесь в качестве иллюстрации приведена довольно известная фотография в National Geographic, она была опубликована. Это имя фотографа, которая в одном из заповедников вот сделала такое фото. И, ну, те, кто наблюдали за этой сценой, описывали ее следующим образом. Обычно шимпанзе, они такие очень шумные, там, заняты своими делами, а тут они все прям побросали свои дела, притихли, да, и как будто бы вот с таким недоумением и, ну, горем, да, или, по крайней мере, неким сочувствием наблюдали за тем, как вот их мертвого товарища, ну, вот, соответственно, работники там заповедника мимо них проносят. Таких свидетельств очень много. Свидетельств того, что животные способны испытывать горе, наблюдая смерть своих сородичей. У антрополога Барбары Кинг есть даже книга, которая называется How Animal Grief. Я не понимаю, что на русском переводе нет. Но есть вот лекция на TED, да, TED Talk ее, где она про это рассказывает. То есть примеров очень много. Известный очень пример, который она как раз приводит, это две слонихи, Грейс и Леонор, вот это их изображение, как раз в тот момент, когда Леонора почувствовала себя плохо упало, и Грейс пыталась ее поднять. Ну, в общем, это тоже такая целая, очень трогательная история, как слоны переживали смерть своей соплеменницы, и даже из других семей приходили после ее смерти, собственно, к телу. И это трактуется, да, как вот переживание, как горе, там описываются, собственно, некие признаки физиологические, да, дистресса у животных, которые наблюдают смерть сородича. В общем, это, значит, целое вот такое большое направление работ этологов, которые вот именно в эмоциональных реакциях, причем в эмоциональных реакциях, которые свойственны нам, да, у животных ищут подтверждение того, что они действительно понимают, что такое смерть. Ну, это еще одно вот такое свидетельство того, как животные могут переживать смерть своих, в данном случае близких. Сейчас я попробую это видео запустить. Это ссылка из статьи, вот ее данные, в которых описано, как гориллы дикие реагируют на смерть своих соплеменников, и это видео изображает, как детеныш гориллы реагирует на смерть своей матери. Сейчас мы чуть-чуть перенадаем. Это все внимательно изучает тело, да, он, ну, пытается даже ухаживать за ним, обнимает. Ну, то есть все то, что мы, как бы, ждем, да, и, да, что нам привычно видеть в реакциях на смерть, особенно на смерть для рисков. Мы не будем на контакт смотреть. Ну, мы попробуем немножко расширить, да, критерии для ответа на вопрос, поставленный в заголовке, потому что на самом деле, да, во-первых, с точки зрения, с точки зрения, значит, если говорить об интеллектуальном антропоцентризме, да, он предполагает, что для того, чтобы иметь, сформировать понятие о смертности, нужно обладать, ну, довольно высокоразвитым интеллектом, да, мы увидим с вами, что это не так. А с другой стороны, ну, и во-вторых, да, эмоциональный антропоцентризм предполагает, что реакция на смерть – это обязательно горе, да, и на самом деле в животном мире, да, реакция на смерть, она может быть эмоциональной, но не обязательно именно такого типа, да, то есть они могут быть богаче, да, чем скорбь и горе. Ну, сначала разберемся, как вообще, где провести, да, и можно ли провести эту черту, да, вот эти животные, вот эти виды не обладают понятием смерти, а вот эти обладают. Ну, вот, например, муравьи, да, социальные такие насекомые, как показывают эксперименты, они, во-первых, могут понять, что их какой-нибудь товарищ находится в опасности, например, попал в паутину, и прикладывают усилия для того, чтобы его спасти. Во-вторых, они могут отличить умершего муравья, да, от живого, и они начинают активно его выносить из гнезда, то есть процесс называется некрофорез. Значит ли это, что они понимают, да, то есть они обладают понятием смерти и понимают, что, значит, в первом случае товарищу грозит гибель, да, а во-втором случае, что это особь мертва. Ученые показали, что они в первом и втором случае реагируют на химические сигналы. В первом случае, да, одно вещество выделяет, значит, находящийся в опасности особь, во втором случае, да, это другое вещество, которое также выделяет уже мертвое тело, и муравьи реагируют на этот сигнал. И исследователи, да, обнаружили, что если живого муравья, да, если ему нанести капельку вот этого вещества, алииновой кислоты, то муравьи среагируют точно так же, они будут пытаться вынести из гнезда живого товарища, несмотря на то, что он там будет активно сопротивляться, их это нисколько не смутит, да, они будут продолжать реализовывать вот эту вот программу. То есть в данном случае мы можем с уверенностью сказать, что их реакция довольно стереотипная и негибкая, да, они реагируют на определенный сигнал химический, поэтому, очевидно, не обладают понятием смерти. И вот можно разграничить реакцию на смерть, да, на два типа – стереотипные и когнитивные. Ну, соответственно, первые врожденные, да, вторые животные приобретают в ходе жизни, первые довольно ригидные, то есть реализуются по некой программе заданной, да, начинаются с определенного сигнала, да, вот как раз связаны с конкретными сенсорными стимулами, да, вторые не связаны, и они довольно гибкие, то есть они могут произвольно начинаться, да, или прекращаться особью. Ну, и, соответственно, первые автоматические, получили сигнал, реализуем действие, да, вторые находятся под когнитивным контролем. Ну, и, соответственно, в первом случае, да, в случае стереотипных реакций, одна и та же особь реализует всегда одни и те же реакции, и разные особи тоже, да, всегда реализуют одни и те же реакции, ну, как муравьи в нашем примере. В случае когнитивных реакций, одна и та же особь в разных условиях, да, в разных ситуациях может демонстрировать разные реакции. Ну, например, как у человекообразных приматов, в случае гибели, смерти близкого родственника, да, это может быть одна реакция, в случае какого-то другого члена стада, да, другая реакция. Ну, и, соответственно, у разных особей, да, по этой же логике будут разные реакции. Ну, и в первом случае эти реакции адаптивные, да, во втором совершенно не обязательно. При этом это не значит, что вот одни виды обладают только стереотипными реакциями, а другие только когнитивными. В одном, да, внутри одного вида могут сочетаться и те, и другие. И крысы, например, у них тоже есть что-то типа некрофорезы, да, когда труп сородича, да, они как бы пытаются там закопать, но если они увидят, что... Ну, и реагируют они тоже на некоторые химические сигналы, в том числе, но если они увидят, что особи подают признаки жизни, да, они прекратят реализацию программы. Вот, то есть они как бы более гибкие. Там есть и стереотипный компонент, и когнитивный компонент. Более того, у нас тоже есть стереотипные реакции на смерть, потому что кроме микрофореза, вторая реакция стереотипная, это, собственно, боязнь микрофобии, да, когда мы боимся и испытываем отвращение, да, к любым признакам, ну, там, мёртвого тела, то есть это тоже стереотипная реакция на смерть, да, ну, естественно, она имеет адаптивную фрукцию. Вот, значит, мы определились, да, что вот есть уже некая граница, да, между двумя типами реакций, и если вид демонстрирует только стереотипные реакции, значит, мы всё-таки отказываем, да, этому виду в наличии у них понятия смертности. Ну, и давайте попробуем всё-таки немножко определить рамки понятия, да, что может считаться у животных понятием смерти, да, если мы не примеряем, не переносим, да, наше понятие на животных, вот, да, под кальку. Сусанна Мансо, да, предлагает рассмотреть составляющие понятия смерти, чтобы всё-таки разобраться, какие из них обязательно должны присутствовать у животных, чтобы мы могли сказать, что у них есть некое понятие смерти, а какие как бы необязательны. Вот два первых, да, это не функциональность и необратимость, то есть смерть прекращает любые функции, и это необратимо, соответственно, мёртвые не возвращаются к жизни. Хотя, надо сказать, что уже даже здесь можно поспорить, да, потому что в некоторых культурах прекращение ментальных функций, да, не считается признаком смерти, да, то есть, ну, точнее, все логические функции, да, все логические функции прекратились, а ментальные, может, и не прекратились, да, поэтому тут тоже не всё так однозначно, но тем не менее, да, это две как бы базовые, два базовых составляющих таких понятия смерти. Кроме того, да, можно отнести к этим составляющим универсальность, да, что все когда-то умирают. То, что мы тоже когда-то, да, умирём, то есть, сама особь тоже осознаёт собственную смертность. Это неизбежно. Есть некие причины, которые приводят к прекращению жизненных функций. Ну, и кроме того, ещё и предсказать этот момент нельзя, что тоже, в общем, не всегда так, но тем не менее. Вот эти две составляющие, да, они являются, ну, скажем такими базовыми, да, и обязательными для того, чтобы говорить о том, что у некой особи, да, или у некого вида, да, есть действительно понятие смерти. Потому что, ну, да, можно порассуждать, то, что это понятие не распространяется на всех, ну, то есть, да, если мы вычитаем универсальность, не значит, что животное всё-таки не понимает, да, что вот в данной ситуации данная особь, да, мертва. То есть, она нефункциональна, и эта нефункциональность необратима. Да, точно так же, если животное не осознаёт, что оно само когда-то тоже умрёт, это не значит, что оно не может понять, что мёртвое животное – мертво, да, то есть, например, у детей может присутствовать некое понятие о смерти, но при этом понимание собственной смертности им ещё может быть недоступным. Ну, и то же самое можно сказать про неизбежность и причинность, ну, и непредсказуемость, да, туда же. То есть, таким образом нам нужно посмотреть, а есть ли вот эти две составляющие в том, что может считаться понятием смерти у животных, да, могут ли они определить нефункциональность на мёртвую особи и понять, что это нефункциональность необратима. Таким образом, да, вот Мансло формулирует такое определение минимального понятия смерти. В каком случае мы можем переписать животному обладание понятием смерти? Если она может классифицировать надёжно некоторых, да, то есть, это может происходить не со стопроцентной вероятностью, но с некоторой высокой вероятностью, может классифицировать, отделить мёртвых особей от живых. Причём, что такое мёртвая особь? Это та, которая, как бы, от которой можно ожидать, что она проявит некие функции, свойственные для живых. То есть, сначала, как бы, животное должно понимать, да, что вот этот вот объект, да, потенциально мёртвый, когда-то был живым. Во-вторых, да, при этом вот этот вот объект сейчас не обладает набором функций, характерных для живых, и они не могут восстановиться. Для этого, говорит Мансло, животным необходимо обладать следующими способностями, да, они должны всё-таки быть довольно когнитивно развитыми, да, это когниции. Они должны иметь возможность получить некий жизненный опыт, связанный со смертью. Ну и, соответственно, должны обладать неким набором эмоциональных реакций на смерть. То есть, их эмоциональная сфера, ну, должна тоже быть довольно развитой. То есть, мы можем, используя вот эту вот, как бы, тройку способностей, попытаться поискать, да, а какие виды, в принципе, потенциально могут сформировать понятие смерти. При этом опыт в какой-то, в каких-то случаях может заменить недостаток когнитивных способностей, да, ну, или, например, эмоций, ну, то есть, да, тут ещё вопрос, чего-то будет, может быть, больше, чего-то меньше, но тем не менее, да, то есть, животные должны иметь достаточно продолжительный, продолжительный срок жизни, то есть, они должны иметь время, чтобы получить опыт смерти сородичей, да, или других животных, не их вида. Они должны, ну, всё-таки, да, какие-то минимальные когнитивные способности иметь для того, чтобы делать некие заключения, да, из наблюдаемых событий. Ну, и развитию эмоциональной сферы способствует социальность, то есть, это прежде всего, как правило, да, социальные животные, ну, за некоторым исключением, но, как правило, это социальные животные, которые живут в социуме, которые образуют довольно сложные связи эмоциональные со своими сородичами, и, кроме того, это животные, которым, для которых характерна так называемая К-стратегия размножения, это когда они рожают малых детей, долго за ними ухаживают, и в них, как бы, эмоционально вкладываются, вот, и это формирует, соответственно, детско-этические, ну, некие эмоциональные, да, связи, ну, вот, как на видео, да, которое мы с вами посмотрели. То есть, это тоже способствует, ну, более выраженным эмоциональным реакциям на смерть и как следствие приобретения понятия, да, смертности. Поэтому мы будем говорить в основном о приматах, причем человекообразных, ну, и еще вот несколько видов являются именно такими подходящими кандидатами на то, чтобы наделить их понятием смерти. Это слоны, китообразные, ну, и не только, на самом деле. Значит, для начала, чтобы говорить о том, что у некого вида, да, есть, может быть, понятие смерти, как мы выяснили, нужно убедиться, что у них вообще есть представление о функциональности живых особей. То есть, грубо говоря, что они могут отличить живое от неживого. Ну, и исследования показывают, что эта способность широко развита в животном мире, она есть не только у млекопитающих, была показана у птиц с помощью разных экспериментальных методов. Например, когда животным предлагали наблюдать биологическое и небиологическое движение. Ну, например, в таком вот виде, в данном случае, сейчас, очень медленно двигаются. Ну, в левой половине, в одной половине экрана, кстати, две точечки двигаются так, как будто одна преследует другую, вот справа вы видите. То есть, это некая модель биологического движения. В лево они двигаются хаотично, они связаны друг с другом. Ну, и вот животные, так же, как и люди, более склонны больше времени наблюдать за вот этим вот движением, которое напоминает погоню одного объекта за другим. Кроме того, животные также более выраженно реагируют на биологическое движение, когда оно моделируется вот такими вот точечными паттернами, да, либо повторяют биологическое движение каких-то объектов, там, например, птиц или млекопитающих, либо точки могут двигаться хаотично, и животные также реагируют на биологическое движение. Причем, как показали, это способность, ну, в частности, например, у цыплят врожденное. То есть, даже если их изолируют от всяческих зрительных стимулов с рождения, да, и потом предъявляют в эксперименте вот два типа движения, они склонны более интенсивно реагировать на биологическое движение. Все это очень глубоко укорененная, по всей видимости, да, врожденная способность, отличать живого от неживого, живое от неживого. Кроме того, животные склонны формировать разные ожидания от объектов, да, в зависимости от того, считают ли они их живыми, ну, или одушевленными, или нет. Ну, вот, например, вот это стимулы из эксперимента с галками, которые в меньшей степени, скажем так, да, это экспериментаторы оценивали по их реакциям, ожидали движения от неодушевленных объектов, таких как палки, да, реагировали на них с большим, ну, реакцию спуга регистрировали испытуемые, да, то есть они как бы не ожидали, что эти объекты, хотя им показывали и змей тоже, да, то есть они вояли змей, но они ожидали движения этих объектов, да, то есть разные ожидания формируют животные вот от разных объектов. Таким образом, да, есть предпосылки довольно убедительные для того, чтобы говорить, что животные вообще-то могут отличать живое от неживого, ну, что, в общем, довольно адаптивно является, да, потому что это в многих случаях помогает им выжить. Кроме того, да, второе, да, кроме того, что нужно отличить живое от неживого, да, нужно еще иметь представление о нефункциональности умерших особей, то есть отличать теперь уже то, что было живым, да, раньше и стало мертвым от того, что все еще живое. Ну, как бы самый простой пример – это умершие животные, да, и спящие животные. Вроде бы они одинаково нефункциональны в данный момент, да, однако, да, это разная нефункциональность. Вот исследователи, да, предполагают, что такое знание, да, ну, как бы умение вот это вот, да, различить эти два состояния, оно присутствует, опять же, у многих видов, но не как некое имплицитное знание, когда вы можете назвать некие признаки, да, и по ним достоверно отличить одно от другого. Это некая такая, ну, как бы встроенная, скрытая или, как говорят, имплицитная способность отличать мертвых от живых. Причем, надо сказать, что, ну, да, в общем, это довольно такое радикальное отличие, потому что, с одной стороны, мертвые не делают того, что вообще-то обычно делают живыми, живые, и, кроме того, они еще делают то, что живые обычно не делают, ну, типа там пахнут, да, и выглядят как-то по-другому. Причем это можно воспринять многими сразу органами чувств. То есть и на вид они другие, и если их трогаешь, они другие, да, если их нюхаешь, они по-другому пахнут и так далее. Вот тоже наблюдения показывают, что как раз-таки при обследовании мертвых особей живые, да, их товарищи задействуют как раз-таки вот эти все модальности, и почему, ну, в том видео, да, которое мы смотрели, тактильный контакт, ну, в данном случае, да, сына с матерью, он может быть свидетельством не проявления горя, да, а вот как раз-таки вот это вот исследование мертвого тела для того, чтобы установить вот эту самую нефункциональность. вот, ну, однако наблюдения показывают, что все-таки животные после того, как они ее установят, они взаимодействуют с мертвыми особями не так, как с живыми. И это показывают и наблюдение того, как, ну, опять же, да, часто это человекообразные обезьяны, когда они, вот, обследовав мертвое тело, оставляют его, да, не ожидая, что оно вернется к жизни, да, или проявят вот эту функциональность живого организма. То есть они убедились, да, что действительно это особь мертва. И дальше уже они без колебаний, да, оставляют, ну, допустим, мать детеныша, да, потому что, опять же, это чаще всего наблюдается в природе, именно вот взаимодействие между, только между детьми, да, и родителями в случае смерти либо первых, либо вторых, да, и, ну, как раз вот наблюдали за тем, как матери оставляют своих мертвых детенышей. То есть они какое-то время с ними продолжают взаимодействовать, но как будто бы убедившись, да, что они мертвы, они их оставляют дальше уже без колебаний. Вот, опять же, интерпретируется это как понимание вот этой самой необратимой нефункциональности тела. Вот, еще одно свидетельство того, что животные не ожидают вот мертвых, да, вот этой самой функциональности живых, это такое явление, которое называется танатос. И вот тут мы как раз к опоссуму Шрёдингера и вернулись. Танатос – это вот то, что опоссуми как раз очень здорово умеют делать, это инсценировать, да, изображать собственную смерть. Причем делают они это виртуозно, они, значит, становятся совершенно неподвижными, у них вываливается язык, там, не знаю, стекленеют глаза, у них температура тела понижается, они, там, совершают, значит, всяческие, там, отправления физиологические в этот момент, и, кроме того, еще у них выделяется такое химическое вещество определенное, которое делает их пахнущими как труп. То есть полная иллюзия смерти. Они не двигаются, не реагируют ни на какие, там, ни на прикосновения, да, их можно, там, за хвост поднять. Вот, то есть полная иллюзия смерти. Понятно, что у них врожденная программа, да, они там не учатся этому в детстве, вот, но раз эволюционно такая программа закрепилась, да, у некоторых видов, это не только опоссумы, это, например, лжи, да, они тоже такой спектакль могут разыграть. Значит, это эволюционно, да, было, ну, скажем так, востребовано. То есть потенциальные хищники, да, которые могли бы быть угрозой, да, для этих видов, реагировали на данный спектакль именно так, как и задумано, да, то есть они понимали, что это животное нефункционально, ну, а, соответственно, в силу того, что, как мы уже говорили, да, нам всем свойственно вот это вот врожденное, да, от вращения к, ну, кроме там падающиков, понятно, к трупам, к мертвым телам, да, они, соответственно, оставляли этого зверя в покое, и он потом, как раз, когда понимал, да, что интересно, это отчасти когнитивно регулируемый механизм, то есть когда он видит, что опасность миновала, он возвращается к прежнему состоянию, как ни в чем не бывало. Вот, то есть раз такая приспособительная реакция развелась, значит, да, можно предполагать, что те, на кого рассчитан этот спектакль, да, они действительно могут отличить живое от мертвого, то есть обладают вот этим неким минимальным понятием смерти. Ну, и еще одно такое немножко, да, грустное свидетельство того, что животные располагают, да, вот этим вот пониманием смерти, это преднамеренное убийство, которое тоже описано и в тонатологической литературе в том числе, это и инфантицид, то есть это убийство детенышей, которое очень в животном мире у некоторых видов распространено, ну, и хищничество, естественно, но хотя тут как бы в меньшей степени, да, можно говорить прямо от такой преднамеренности. Это убийство в стае к шимпанзе, тоже много случаев очень описано, когда они не для того, чтобы раздобыть еду это делают, да, а именно вот, ну, это часто либо какие-то территориальные схватки, но иногда исследователи описывают случаи таких вот столкновений, которые даже не связаны с защитой собственной территории, да, то есть это как будто бы агрессия ради агрессии. И это не только у шимпанзе, да, описывается, у косаток, как это ни странно, и даже у дельфинов такое поведение встречается, и такие случаи описаны тоже в литературе. Вот, из чего тоже мы можем сделать вывод, что раз животные соответствующим образом себя ведут, там, например, те же шимпанзе или дельфины, они собираются в группы, действуют сообща при этом, да, то есть это не случайный результат некой такой импульсивной агрессии. Значит, они имеют некую цель, которая заключается в том, чтобы перевести животное, опять же, если мы возвращаемся к терминам, да, из класса живых особей, да, в класс мёртвых, что значит, что они обладают понятием, собственно, что такое смерть. Таким образом, можно сказать, что минимальным понятием смерти, да, животные, по крайней мере, да, некоторые виды животных обладают, можно порассуждать уже теперь о неком расширенном, да, понятии смерти. Если возвращаться к составляющим, да, понятия смерть, можно порассуждать, а могут ли животные хотя бы частично осознавать причинность и универсальность смерти. И да, этому тоже есть подтверждение, потому что когда животные, ну, например, опять же, те же обезьяны наблюдают, как кто-то из их сородичей погибает, ну, например, падает с дерева, да, допустим, или погибает после атаки хищника. Соответственно, они осознают, да, что СЛОС мертва, но они также могут установить ассоциативную связь между предшествующим этому событием, ну, потому что они обладают необходимым уровнем, собственно, развития когнитивных функций. И если они установили эту ассоциацию, то, соответственно, вот вам и осознание причинности. Событие А, да, падение с дерева ведет к событию Б, смерти. Но животные мало проку от осознания просто вот связи между некоторыми событиями, которые не касаются их лично. Поэтому, в общем, более адаптивно было бы, если бы они могли распространить этот опыт, ну, на себя, то есть понять универсальность смерти. Раз это произошло с моим сородичем, да, то есть событие А привело к событию Б, его смерти, то с некоторой вероятностью это может произойти и со мной, да. И вот в этом случае это гораздо более адаптивный, да, конструкт. То есть в результате вот такого обобщения животное таким образом может частично, да, осознавать и собственную смерть, ну, или, по крайней мере, наверняка универсальность смерти, что хорошо, может быть, не я, но другие-то, да, наверняка могут пострадать, а, ну, с некоторой вероятностью все-таки и я. То есть здесь нет еще неизбежности, да, вот этого конструкта, но все-таки универсальность уже присутствует. И это показывают результаты некоторых экспериментов. Ну, например, в Гвинеи наблюдали, как шимпанзе пытаются обезвредить капканы, там местные жители устанавливают такие самодельные капканы, в которые шимпанзе в том числе часто попадаются, и иногда это приводит, ну, либо к травмам серьезным, да, либо к летальным исходам, и вот, как бы, получив этот опыт, да, что это нечто, что может привести к смерти сородичей, да, они стали пытаться как-то эти капканы обезоружить. И вот они наблюдали шесть попыток, две из которых были удачные. То есть обезьян все-таки справились с тем, чтобы эти капканы нейтрализовать. Ну, это тоже не единственное свидетельство, это было, ну, есть целый ряд работ, которые показывают, что даже вороны в некоторых ситуациях могут делать выводы о том, что определенные обстоятельства, да, могут быть опасными, и следствием, да, там, некой ситуации может являться их смерть, ну, или, по крайней мере, да, они чувствуют опасность определенных ситуаций. Таким образом, да, мы можем сказать, что причинности универсальности, они тоже частично свойственны, могут быть животным. Однако, что касается неизбежности и непредсказуемости, да, по всей видимости, это все-таки слишком сложные конструкты, которым овладеть животным, ну, по всей видимости, невозможно, да, и пока предполагать, что у них есть, ну, такое устойчивое, да, понимание собственной смертности, ну, наверное, да, нельзя сказать. Вот, то есть это, по всей видимости, наше, ну, и вот тут вот, как-то хочется сказать, привилегия, но, наверное, скорее наоборот, да, то есть такое наше, наше бремя, да, которым мы расплачиваемся за нашу человечность, за наши высокие когнитивные способности, ну, и все, что подразумевает, да, отношение к виду Homo sapiens. Так, наверное, на этом у меня все. Спасибо большое за внимание. Спасибо.